Сегодня совершается соборная память отцов, собранных на поместный собор Православной Русской Церкви года 17-го. После Петровские времена соборы в Русской Церкви не собирались. Церковь была как бы лишена своего соборного начала и превратилась в православное исповедание, в одно из министерств духовного звания в империи российской нового образца. Когда все трещало и близилось к полному разрушению, Богу было угодно собрать собор, на котором было множество представителей от духовенства, безусловно, а также от мирян, от душевной корпорации, от профессоров. Множество из них впоследствии были в ближайшие годы расстреляны, многие прошли через огонь и воду лагерей и тюрем. Это был собор будущих мучеников, на котором был избран патриарх. Спустя 200 лет большого перерыва церковь, уже по сути обезглавленная, уже императора лишившаяся и не имеющая царя, русский народ получил себе ходатай и печальника в лице патриарха. Первым патриархом после Адриана, после двухсотлетнего перерыва, стал Тихон Белавин, митрополит московский. Сегодня совершается также его особенная память в день его, собственно, избрания. Инкранизация была несколько позже. Несколько слов будет позволено сказать об этом святом человеке. Он был из семьи духовенства, из простой крестьянской, священники нашей крестьянства. Подавляющее большинство духовенства, жившего на селе, жили физическим трудом наравне с крестьянами и мало чем отличались. В лаптях ходили до XIX века. Телесные наказания для духовенства были отменены только в XIX веке. При Николае I, если не ошибаюсь. До этого времени крепостные крестьяне получали батаги наравне с попами. И какой-нибудь барин мог сечь священника наравне с любым конюхом. Соответственно, и сами понимаете, что дерзновение проповедническое и жар желания научить людей, он заканчивается, битый, не проповедует. Поэтому ясно, что есть о чем поплакать в нашей прошедшей истории. Тихон был из семьи священника, родился в Псковской. В Бернии Иван звали батюшку его, царский небесный священник. Было в детстве им видение. Одни работали однажды, значит, на сенокосе были, и на сеновале отдыхали. Отец Иван со своими тремя сыновьями. Явилась ему его мама-покойница, то есть бабушка Тихона и мама этого священника Ивана. И дети спали один за другим, трое сыновей, и она предсказала каждому будущую судьбу. Видимо, была очень богомольная старушка святая. Хочется тоже заплакать, говорить, где эти крестьяны? Где эти крестьянки богомольные? Где они сейчас? Сами знаете, что прошедшие бури над нашей страной уничтожили уж кого-кого. А крестьянство так уничтожили по-настоящему. И вот она, эта бабуля, явившаяся своему сыну, священнику Ивану, говорит ему, этот проживет жизнь простую, обычную, на одного там показывают. Этот маленький умрет, долго жить не будет. А этот будет великий на тихом будущем. Василий, в крещении Василия, в честь Василия Великого, нашего с вами общего небесного покровителя. И вот он пошел по обычной житейской дороге, духовное училище, потом семинария. Дети духовенства получали среднее образование в семинариях. Поэтому семинарии, как сегодня, учили людей только катехизису, гомилетики, церковной археологии, там всяким духовным вещам. Там учили и математику, и французский язык, и тригонометрию, и все остальное. Это были учебные заведения для детей духовенства. Откуда потом можно было идти? Или в освященство, или в академию. А уже академия давала человеку дорогу в разные сферы жизни, в том числе можно было быть и юристом, и историком, и медиком, и кем только нельзя было быть. И перед революцией многие дети священников шли в семинарии не потому, что веру хорошую имели, или священниками быть хотели. Они просто бесплатно имели возможность получить некоторое образование. А потом открывались двери в академию. А из академии, как потом плакали священные наши, и иерархи, академии выпускали ветеринаров, лошадиных врачей, работников железной дороги, переводчиков, медиков, политиков, телеграфистов, кого хочешь, только не священников. Священство в своем качественном состоянии перед революцией вошло в очень тяжелую стадию. Об этом-нибудь тоже стоит поговорить, что творилось в академии. Недавно я себе обновил в памяти событий революционных лет в академиях и семинариях. В Харьковской, представьте себе, что такое предреволюционное ображение умов. В Харьковской семинарии инспектору семинаристы плеснули в лицо серной кислотой. 907 год, после Первой русской революции. В Тифлийской семинарии четырьмя выстрелами в спину из револьвера убит инспектор Тифлийской семинарии рукою семинариста. В Памбовской семинарии стреляли в ректора из револьвера, попали в инспектора. Пуля застряла в позвоночнике, нижняя часть тела парализована до смерти, осталась у молодого революционного. И так далее. Можете представить, что такое семинария для революции? И с лакроя из стакана плеснули в лицо инспекторам и ректорам. Стреляли из револьвера. Да не раз и не ночью, а днем-то и по четыре раза. В общем, время было такое. Было видно, что с добром это все не кончится, причем очень скоро. Но в любое время, знаете, как восточная мудрость говорит, когда вера исчезает, появляются верующие. Потому что когда за веру тебе хорошо, то верить тоже приятно. А если вера начинает быть гонимой, тогда настоящие верующие появляются. Вот Тихону Господь Бог судил быть патриархом первым после большого перерыва, и на него навалилась 200-летняя проблематика церковной жизни. Такой закон есть печальный. Одни накапливают проблемы и умирают в мире, а другие получают себе на плечи чужие проблемы и умирают в муках. И эти умирающие в муках, они как бы лучше тех, которые умерли в мире, увешанные наградами. А проблемы эти накопленные взяли на себя. Такой страшный закон истории есть. Лучший царь за всю историю династии Романовых Николай Александрович, какой страшной жертвой стал. А ведь он на себе понес на ошибки всех предшественников. Они нагрузили ему воск, на плечи сбросили, он под ним его и раздавил. И так везде. Вот Тихону тоже такой Господь крест особенный на плечи положил. Ну до этого он закончил семинарию. Кстати, интересно, что его в семинарии братья, вот эти семинаристы, называли патриархом. Это интересно потому, что патриаршества на Руси не было. Ну ладно бы называли его митрополитом или владыкой. Тихона Задронского, например, называли епископом. Архиереем называли ученики в семинарии. И даже брали лапоть на веревку привязывали. И лаптем ему кодили, так сказать, насквозь. Ну так, шутили. Семинаристы, они же веселые. И называли его архиереем. Ну ладно, архиереем, понятно. Архиереев-то у нас всегда было и будет, и никогда не будет без архиереев. А патриаршества не было. А Тихона называли в семинарии именно патриархом. Такое какое-то странное пророчество было от уст его хулиганистых товарищей. Ну так или иначе, потом он стал иеромонахом, принял монашество, архимандритство. Потом послужить ему пришлось, заметьте, за рубежом очень долго. Он был ректором семинарии в Холме, это Польша. И был векарием Люблинского, Люблинским векарием Варшавского епископа. То есть в Польше служил. Служил между инославными, между католиками. В Польше всегда это был больной зуб Российской империи. То есть поляки терпеть не могут русские. Поляки упертые католики. Поляки готовы, как они сами говорят, будем крыс будем есть, а независимыми будем. То есть у них эта шляхетская впертость такая непозвалина. Она у них столетиями в крови, они православных терпеть не могут. За то, что они как бы видят в православных русских. Для них все православные, как бы это, так сказать, русские. А Тихона любили. Любили, потому что он был очень простой человек, располагающий к себе и не терпел барских замашек. Этих, которые свойственны часто людям, облеченным высокой властью. И когда его каждый раз переводили с места на место, люди жалели о нем. Люди очень плакали, хотели такого епископа себе всегда иметь. В том числе и на славные любили его. Побыл он в Польше, потом его в Америку, рука Божия занесла. И там сегодняшние православные христиане считают Святейшего Тихона одним из начальников русской церкви в Америке. Он там викториатство организовал, проповедь евангельскую наладил, значит, так сказать. И там был, так сказать, у истоков православной церкви в Америке. Имейте в виду, что Америка при всей, так сказать, такой одиозности этого государства, его странной роли в истории мира, вот, там не менее пяти миллионов православных людей живет. Самых разных исповеданий. Румыны, сирийцы, болгары, греки, конечно же и русские. И там наших немало. И там очень такие интересные и бурные процессы происходят. В Американской церкви, там среди православных в Америке очень много интересного происходит. Там еще неизвестно, что будет. Может быть, еще какая-то такая вспышка какой-то особой святости будет. Но так или иначе, там много чего есть. Тихон был у истоков этой церкви. Потом пришлось ему послужить в Ярославской кафедре, здесь в Центральной России. А потом в Вильно. Вильно, это, значит, Литва. Тоже такие католические окраины Российской империи. Ну, а потом война Первая мировая и все остальное. И вот, наконец, мы подбираемся к тому кресту, на который Господь Бог его готовил. Значит, собор поместный. Не думал патриаршество учреждать на Руси. Это было далеко не первая задача. Однако получилось так, что именно патриаршество стало главным итогом собора 17-го года. Избрание состоялось 5-го, в скобках 18-го, то есть сегодня, в ноябре в Храме Христа Спасителя. То есть вот прошло уже сколько? 101 год. Год назад, в столетии, был учрежден все специальные праздники. По окончании Божественной Литургии и молебного пения, священно-мученик Владимир, будущий мученик, киевский митрополит, вынес ковчежец с тремя жребиями. Положили туда три варианта возможных. Из алтаря вышел слепой старец, схейер-монах Зосимовой пустыни Алексий. Помолившись, он вынул из ковчежца Зреби, передал его митрополиту. Митрополит Владимир сказал громко, тихо, митрополит московский аксиус. Так его избрали на патриаршество. В это время он служил в литургию в Москве, в одном из подворьев. Когда принесли ему это, значит, решение, вот он, что сказал вскоре после избрания. Здесь мы можем послушать несколько слов из его уст. Когда избирают патриарха, спрашивают его, согласен ли он взять на себя этот тяжелейший крест ответственности за паству. То он должен сказать, что я принимаю, соглашаюсь и нечисоже вопреки глаголю. То есть против не говорю, соглашаюсь и беру. Такой чин. Вот он говорит. Сейчас я изрек по чиноположению слова. Благодарю, приемлю, немало вопреки глаголю. Но, рассуждая по человеку, могу многое глаголить вопреки нашему настоящему собранию. Ваша весть об избрании меня патриархом является для меня тем свитком, на котором было написано «плач и стон и горе». Такой свиток должен был съесть пророк Иезекии. Здесь цитирует святейший одно из мест священного писания Ветхого Завета, о котором я постоянно говорю, что читать надо его, читать надо его, потому что иначе очень непонятно в церковной истории. Где действительно дается некий свиток, который сладкий во рту, но очень горький в чреве. И написано на нем «плач и стон и горе». Подобный свиток давал съесть в Духе Святом Господь Иоанну Богослову. В Откровении тоже пишется, что вот свиток он ведь и съел, и было в устах у него сладко, а во чреве у него было горько. Это дело пророческое. Пророки, когда проповедуют, то у них на устах мед, потому что Дух Святой присидит к пророку, и оно услаждает и его, и людей. Но платит он за это, горькотою чрева, потому что он отравлен изнутри, так сказать, скорбями народными и личными грехами, и он из беременного чрева проповедует, изнутри боли своей проповедует. На устах сладко, а наружу горько, внутри горько. И вот, говорит он, такой свиток должен был съесть пророк из Икии. Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении, особенно в настоящую тяжкую годину. Подобно древнему вождю еврейского народа Моисею, и мне придется говорить Господу, для чего ты мучаешь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоим, что ты возложил на меня бремя всего народа сего. Разве я носил во чреве весь народ сей? Разве я родил его, что ты говоришь мне? Носи его на руках твоих, как нянька носит ребенка. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он очень тяжел для меня. Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах российских, и предстоит умирание за них во вся дни. Как в воду глядел. Умирал каждый день. И ксим, кто доволен даже искрепивших в мене, но да будет воля Божия. Нахожу подкрепление в том, что избрание сего я не искал, и оно пришло помимо меня, и даже помимо человеков, по жребию Божию. Это слова святейшего, уже настоящего святейшего, когда его избрали. Интронизовали его 21 ноября, 3 декабря по-нашему. Значит, для торжества внимания взяли из оружейной палаты жезл святителя Петра, первого митрополита киевского, московского, рясу священномученика Ермогена, а также мантию Митру и клобух патриарха Тихона. То есть символически, начиная от Петра, первого митрополита киевского, который стал московским, Тихон совместил в себе, вот через даже одежды и мученичество Ермогена, которого поляки заморили голодом, и тяжести Петра, строителя, и труды Никона, патриарха московского тоже. Ну а что было дальше, дорогие братья и сестры? Дальше была кампания по осквернению мощей, например. В течение краткого времени 65 рак по всей Руси с мощами чудотворцев и всеносийских любимых угодников Божьих были раскрыты, опозорены, разорены, не исключая рак у Сергея Радовича, а также Александр Свирский, Серафим Вырецкий и много-много других. То есть власть не просто стала бороться с церковью, например, на манер Екатерины Великой, которая забирала у церкви земли, закрывала монастыри. Это можно терпеть. Власть впервые в истории русской земли повела себя как на своей земле со своей церковью, как непонятно что, но как лютый враг, то есть враг так не поступает. Потом что было? Потом голод был в Поволжье, и под прикрытием помощи голодающим власть решила совершить ограбление церквей для того, чтобы снять с каждой ризы серебряную или золотую икону, изъять из ризни с храмов и монастырей золотые чаши, поснимать с архиереев все золотые панагии, короче, обобрать церковь до нуля, якобы под видом борьбы с голодом. Тихон в это время пишет послание Папе Римскому, архиепископу Кентерберийскому и всем религиозным вождям инославного мира для того, чтобы они помогли умирающим русским людям. Они присылают достаточное количество денег и продовольствия, грабить церковь было уже, по сути, не нужно. Однако власть грабит церковь, и на фоне этого грабительства возникают вооруженные стычки, люди защищают свои храмы, на ограбление храмов присылают пулеметчиков, или, значит, отряда латышских стрелков, или еще каких-нибудь со штыками на перелет, римкнутыми штыками, с винтовками красноармейцев. По Руси еще больше льется кровь. Не заканчивается гражданская война, убивают архиереев. Не просто убивают, священников распинают на царских вратах, топят в гнойных ямах, причащают раскаленным оловом. Эти вести доходят до патриарха каждую секунду. Он должен делать что-то, а что он может делать в этой ситуации? Он пишет послание в 1918 году, послание его что в историю, как проклятие советской власти, хотя оно таким не было. Он никого по имени не называет, однако произносит анафему на всех тех, которые дерзают поднимать руку на разорение Божьей Церкви. Вот что он пишет. «Тяжкое время переживает наша Святая Церковь. Гонения, воздвиженные на истину Христову, явные и тайные. Святые храмы подвергаются или разрушению, или ограблению, и к ощутному оскорблению. Чтимые верующим народом обители святые захватываются безбожными властелинами тьмы века сего. Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление, на нее врагов неистово? Зовем вас всех верующих и верных чад Церкви. Станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери Нашей. Противостаньте им силой вашей, силой вашего властного всенародного вопля. А если нужно будет и пострадать за дело Христова, зовем вас, возлюбленные чады Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собой». Это как раз голос Патриарха Ермогена, потому что он говорил «благословляю умирать за православие». И было очень много людей, которые действительно умерли за православие по всем городам и местам нашей большой страны, которые буквально телом своим задраждали вход красноармейцам в алтари и пострадали, кто заколот штыками, кто убит пулей, кто сел в фирму и не вышел из нее. По слову Патриарха, Патриарх говорил это в полном сознании того, что он собирает новый сон мучеников от земли русской в Царство Небесное. Сначала люди думали, что власть большевистская и власть советская – это ненадолго, что это какая-то смута, которая годик попенится, два года помучится, потом исчезнет. Постепенно начало приходить жуткое понимание того, что это очень серьезно и очень надолго. Патриарх не сразу поменял свой голос, он еще вот что говорит. Он, кстати говоря, пишет очень много посланий и говорит людям, что адский дух злобы и ненависти вышел из самой преисподней. Грех растрил нашу землю. Люди забыли веру из-за забрения веры. Из самой адской глубины поднялся дух уничтожения и злобы, который насилует нашу историю, наши души, наших людей. Вот что он пишет. Опомнитесь безумцем, это уже к власти. Прекратите ваши кровавые расправы. То, что вы творите, не только жестокое дело. Это дело поистине сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной. Властью данной нам от Бога запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, а нафиматствуем вас. Если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. После этого было тюремное заключение Тихона. После этого власть придумала еще одну вещь. Был создан живоцерковный раскол. Была создана так называемая живая церковь, обновленческая церковь, которая низложила Тихона своей ложной властью от патриаршества, и он был лишен на долгие годы реального знания о том, что происходит в окружающем мире. В Донском монастыре он был заключен и находился там в неком такой как бы под домашним арестом, лишенный всякого управления церковными делами. Служить, служил как домох, посчитано интересно, что он за 7 лет своего патриаршества отслужил, внимание, 777 литургий. Вот так получилось. Патриаршие богослужения, они фиксируются. Вообще любая служба патриарха это нечто особенное, это важная сторона церковной жизни. И вот Тихону так получилось, отслужить в патриаршем сане 777 литургий за 7 лет, плюс 400 вечерних богослужений. То есть он примерно служил не менее 3-4 дней в неделю. Это единственное, чем человек мог утешаться. Потом был заточен в внутреннюю лубянскую тюрьму, там произнес известные для многих больные слова, говорит, отныне я себя врагом советской власти не считаю. Речь шла о том, что он понял, что власть это будет не год, не два, а долго. И надо как-то строить свои отношения с ней, иначе добьют всех до конца и ничего не останется. Впрочем, власть решила его расстрелять, и был задуман процесс по обвинению Тихона в связи с белогвардейцами и его расстрелу. Чудом Божиим расстрел был, так сказать, отменен. И, так сказать, суд не дошел до конца, поскольку за него вступались и религиозные деятели из-за рубежа, и многие другие. И как-то Бог миловал, пронес мимо эту чашу от него. Впрочем, было покушение не одно. Во время одного из покушений убили его келейника. У него был такой ближний друг, такой Яков Полозов. Долголетний келейник Тихона, он был с ним неотручно. И вот этого человека, неизвестные посетители ночью, пришедшие каким-то ключом, отпершие двери патриаршей келей, ночью повстречали перед собой этого Якова и тремя выстрелами из пистолета убили его на месте. Возможно, эти пули предназначались Тихона. В общем, все это, эти семь лет патриаршества, это была непрестанная каторга, после которой Святейший отдал Богу душу. Во Франции один новокрещенный, новообратившийся к Богу врач, интеллигентный человек один, пришел к местному епископу, по-моему, это был митрополит Евлогин, и говорит ему, мне ночью сегодня был сон, что пришла Божья Матерь и говорит, сейчас с Василием Великим мы заберем душу патриарха Тихона, уведем его отсюда, заберем его на небо. Он говорит, а почему с Василием Великим? Он говорит, а потому что он в крещении Василия, в монашистве Тихона, в крещении Василия, и Василий Великий, это покровитель церкви, и его небесный покровитель тоже. И в этот же день пришла к ним весточка о том, что, печальная весточка из России, что умер Святейший Тихон. На похоронах было около миллиона людей. Это разгар советской власти, это уже самые закрученные гайки. Миллион людей примерно плюс-минус пришел для того, чтобы хотя бы просто мимо пройти Донского монастыря, поплакать, перекреститься, сказать Господи, упокой душу усопшего раба твоего. Перед смертью он сказал, сейчас я усну, ночь будет долгой-долгой, темной-темной. Что-то еще добавил, потом три раза сказал, Господи, слава Тебе, и отдал Богу душу. Вот вам, друзья мои, бескровное мученичество. Человек крови не проливал, однако проливалась она вся внутрь, так сказать. Это было кровоизлияние внутрь. Наружу жилы не растворялись, и все внутри там закипало и мучилось. И он действительно, как сказал про себя пророчески, так и было. Он семь лет умирал каждый день за пасту всероссийскую. Итогом этого всего является то, что церковь наша живет. Церковь наша за то, чтобы жить, заплатила огромную цену. Поэтому так больно слушать, когда ее ругают, и так горько видеть, что ее не понимают. И еще более горько видеть, как крещеные люди, русские, с белым цветом кожи, далеки от церкви еще дальше, чем негрые, значит, и китайцы. И все это, конечно, нужно двигать с мертвой точки, потому что иначе нет смысла в нашей жизни, и нет смысла называться Святой Русью. Тихона мощи были забыты, то есть они не окружались почетом и уважением, поскольку власть-то была, продолжалась советская. А потом уже в наше время они были найдены в Донском монастыре посредством пожара. Началось стихийное бедствие, пожар там какой-то начали, что там, тянуть всякие рукава, искать там какие-то там краны для воды, там ломать какие-то бетонные полы. И вот в этой всей суматохе, в борьбе с огнем, нашли могилу Святейшего Тихого. Мощь его не клемм. В Донском монастыре они лежат, можете сегодня или в любой день, в принципе. В Москве столько святынь, что можно ежедневно ходя за всю жизнь не обойти. Приходить туда, как к отцу к нему, от него прям теплом дышать, как бы от его, этого гроба. Помолиться там ему, потому что он именно вот ходатый и печальник за Церковь Святую. В блаженной памяти Архимандрит Ян Кристианкин в бодесвете Патриаршества Алексея II Царства Небесного говорил, что у Святейшего Алексея такой же тяжелый посох, как у Патриарха Тихо. То есть наша Церковь проходит через тяжелейшие бури, через очень сложную эту качку такую морскую. И стоять у кармила, у руля, и руль не выпустят, это требуется от человека великое мужество и несгибаемая вера. Так же было тяжело Алексею II, так же тяжело сегодня Святейшему Патриарху Кириллу. И вот мы поминаем сегодня Святейшего Тихона, зная, что он на Бога лицом к лицу смотрит, на Иисуса Христа Воскресшего. И просим Его помолиться о нас. Как вы слышали в молитве, которая мне лично очень нравится, говорится не только о том, чтобы нам дал Господь за молитву святых избавление от страданий, не только помощи в скорбях, но там просится о том, чтобы мы встречали их по-христиански, чтобы мы имели друг к другу братолюбие и любовь, имели желание научаться и питать душу не от мятежных знаний мира сего, а от Святого Евангелия. И чтобы как тихая душа Святого Тихона питалась Святым Словом Божиим, так и мы бы были этими русскими православными людьми не по имени только, но по глубокой причастности ко всей многострадальной русской истории и к русской святости. То есть нам нужно быть причастниками русской истории через русскую святость. Засим я поздравляю вас с памятью этого великого человека в твердой уверенности, что он сегодня помянет перед Богом всех тех, кто поминает его. Как у Блаженной Ксении написано на могиле. Кто знал меня, пусть помянет душу мою для спасения души своей. Так написано у нее. Примерно такой же закон действует во всех святых. Мы говорим о святых не для святых, говорим о святых для себя, для того, чтобы мы, поминая святых, были помянуты ими в Отцарстве Христово. На хроникальных кадрах, когда Тихон служил, в нем ушли люди под благословение. А эти старые кадры, знаете, они как ускоренные. Он так стоит, как будто так вот ручкой машет, как будто за самым... А там же, помните, быстро все ходят на старых черно-белых этих аппаратах. И он стоит, понимая, что такое... А море людей, для которых он всех благословляет, благословляет, благословляет. Такое... Бывало, что он после богослужения благословлял до 5-7 тысяч человек. Никому не отказывал патриарш, не знаю, как это старческая рука, как-то не отварилась у него от предплечья, значит, только... А благословлял всех, потому что всех нужно благословить. Я это говорю к тому, что он наверняка сегодня и нас всех благословит. И тебя, и тебя, и тебя, и тебя, и тебя, и меня, наверное, и тебя, и тебя, и тебя, каждого из нас отдельно. Так вот отдельно, 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 отдельно всех. Особенно те, которые сегодня собрались в Донском монастыре возле его благоуханного гроба. Благоухают гробы святых, как место будущего воскресения, как заря вечной жизни. И Церковь Божия плывет через море житейское благодаря тому, что ставит Христос в нужное время у руля церковного корабля тихих и несгибаемых служителей своей евангельской истины. Святители, Отче Тихони, моли Бога о всех нас. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...